Samsung A5 2016 года A510F с Android 6.0.1 Это один из последних здесь Android, одна из последних политик безопасности у него Я уже на примере A5 писал инструкцию, она есть в аналогичном видео, я ссылку внизу дам Сейчас вот более детально покажу, пока A5 попался в руки Сразу оговорю, здесь на нем еще там сенсор меняли Вот у меня всякие эти висят скотчи, просто сенсор не приклеил, пока не проверил Поэтому не обращайте внимания Значит, что нам понадобится, на все ссылки будут в описании IfSync, она же сайт Sync у Samsung называется, программа Ссылка на нее тоже будет Программа на компьютер ставится и забывается Нам нужно, чтобы она была открыта, туда не обращая внимания К компьютеру больше не подходим, там ничего не показывается, там ничего не смотрим То есть компьютер, в принципе, там не нужен будет Для чего она, программа, нужна будет? Когда она включена на компьютере, когда мы понизим прошивку Забегая вперед, скажу, подключим ее к компьютеру На компьютере ничего не произойдет Он, может быть, что-то там еще и будет думать Нам это не важно Нам самое важное, чтобы на телефоне, вот здесь внизу, в нижней строчке, вылезла возможность открыть Либо через браузер, либо через Samsung Apps Через программу, которая позволяет самсунговские приложения ставить Это аналог полимаркета, только от Samsung А в ней мы будем качать нужную нам программу В шестерке такой фокус не пройдет Если я сейчас подключу к компьютеру с открытым сайтсинком Ничего не произойдет, будет вот такое же окно И ничего, просто в компьютер при прилике, что подключено устройство И не более Поэтому нам сейчас нужно будет сделать ряд операций Значит, первое, что нужно, это скачать все, что дал вам я по ссылкам Сайтсинг Две прошивки, одна для понижения, одна для повышения Скачивайте, разорхивайте в отдельные папки Там еще будет Один Один, это программа, через которую шьются Об этом рассказывать не буду, это как бы все совсем отдельно Отдельное видео смотрите, может меня на канале найдете Может просто найдете, как пользоваться Одином Суть в чем, основная Сейчас стоит 6.01 Мы понижаем ее до 5.1 Причем понижаем без загрузчика То есть загрузчик понижать нельзя Почему нельзя загрузчик понижать? Понижите загрузчик, можете добить телефон Могут пропасть и мэи То есть повредиться EFS зона И может вообще не включаться больше после этого Вот, поэтому загрузчик мы оставляем 6 Несмотря на то, что мы откатимся на пятерку Все продолжит хорошо работать Мы разблокируем Я покажу, как на 5.1 И снова зашьем ему 6.01 Зашьем ее для того, чтобы вернуть на место шестерочку нашу Можно остаться на 5.1 Но как бы смысла особого это не имеет Ну, в принципе, все Значит, мы увидели, что у нас спрашивает подтверждение аккаунта Мы его вырубаем И переводим в режим прошивки Прошивку мы скачали Один мы открыли Сейчас я покажу, как в Один добавлять Какие именно файлы И приступим к прошивке Значит, переведем телефон в режим прошивки Заранее Минус Дом и питание Минус, дом и питание Три клавиши держим Загорелось вот такое окно И нажимаем вверх Смотрим у нас здесь, значит, наша модель А510F ФРП локон То есть, вот сработала блокировка ФРП То, что нас спрашивает аккаунт Google Ну и, в принципе, все Счетчик кнопок То, что не сработал, ноль горит Потому что его ни разу до нас не шили И переходим к компьютеру Как я поступаю Я скачал все три архива Они могут немножко по-другому у вас называться Но вот у меня они так называются Я их все три распаковываю Взвлечь каждый архив в отдельную папку Как я поступаю? Самое важное Раньше было, сейчас не знаю Может быть на некоторых программах это и важно Чтобы не было пробелов в названиях, в путях И не было русских букв Поэтому вот у меня по-английски home И так далее и тому подобное Лучше в корне диска C Сейчас покажу Вот у меня тут есть где-то в корне диска C Папку с цифрой создать И отсюда прошивать Сейчас мы дождемся, пока извлекется Так, распаковали Имеем три папки Наш Odin Прошивка для понижения И после разблокировки для повышения Откроем Odin Дальше Поле AP Даже вот знаете, как можно не AP Сначала посмотреть в папке, что у нас лежит Для понижения AP и CSC Вот два файла Вкратце покажу работу Odin Его самого открываем Дальше Из всех-всех пунктов Добавляем ему AP Идем вот для понижения У нас есть папочка Для понижения AP Выбираем Он большой Он там два с чем-то Гига весит Он будет долго добавляться В зависимости от производительности компьютера И вот здесь вот CSC Два файла AP и CSC Их только прошиваем Включаем телефон Он у нас уже переведен в режим Прошивки К компьютеру И нажимаем старт Включаем по шнуру Телефон к компьютеру В том режиме, в котором мы его перевели В режиме прошивки Здесь вот у нас Образился наш телефон На ком порту 30 И нажимаем старт Все, больше мы ничего не трогаем Даем ему дошиться Во времени долго Минут 10 Ничего не трогаем По окончанию здесь будет резет И телефон перезагрузится Включится Потом производим процесс разблокировки И зашиваем обратно 601 Телефон прошился Пошел перезагружаться И вернемся к своему телефону Сделаем разблокировку Потом Я сейчас сразу покажу Что больше к этому не возвращаться С шестеркой Можно прошить ему загрузчик Новый от шестерки Можно нет Я его редко когда прошиваю Потому что обычно он уже приходит Самый свежий Если нужно загрузчик Вот он BL Бутлодер Сюда раз Только идем теперь в папку В папку Прошить после разблокировки Может по другому У вас нажиматься Выбираем BL То же самое с AP То же самое с ЦП И так далее Вот эти 4 файла Вы заполняете Нажимаете старт Переводите режим Телефон в режим прошивки Также точно Нажатием Минус Дом и питание И прошиваете Это будет уже Как бы окончательно Просто залить себе Последнюю прошивку Ну в принципе все Я больше сюда уже возвращаться не буду Перейдем к телефону Все вернулись к телефону Как обычный язык Wi-Fi Далее Принимаем Так вот здесь галочку можно убрать Она нам не нужна Все ждем Пока спросит нас Стандартный набор Гугловский аккаунт И пароль от него Все на компьютере Еще из одного архива Который мы скачали Вытаскиваем Апкшный файл Startsetting.apk По-моему называется Его нужно будет Сейчас положить на телефон Так как мы понизили прошивку Телефон у нас на компьютере Откроется как МТП устройство Ну грубо говоря Почти как флешка И на нее в корень Прям либо в папку В любую Где вы сможете Потом этот файл найти Кладем этот файл Так значит Все у нас Спрашивает аккаунт Что мы делаем дальше Мы переходим к компьютеру Так значит Открыли Скачанный Скачанный архив С АПКшным файлом Вот их там будет много Можете все себе сохранить Может когда пригодятся Сейчас вообще нам понадобится Насколько я помню По-моему Startsetting На всякий случай Мы их все сейчас кинем Потом проще удалить будет И открываем на компьютере Программу Sitesync Она нам просто нужна Физически Чтобы была Значит Что мы делаем Мы сейчас подключаем Телефон к компьютеру Идем в мой компьютер Вот он у нас появился Galaxy A5 2016 года И вот он у нас скрывается Если у вас была шестерка Либо 5.1 Которая последняя С последней политикой безопасности То здесь было бы пусто Открываем телефон И кидаем эти АПКшные файлы Они быстро скопировались И больше мы как бы сюда нет Вот сейчас вот Забегая вперед Видите С сайтинге ничего не происходит А на телефоне в этот момент У нас три иконки Нужные нам То есть как бы сайтинг Нас вообще не интересует А то в комментариях часто спрашивают Что происходит на компьютере Да ничего здесь не происходит Все мы по МТП скинули файлы И возвращаемся к телефону Мы скинули файлы АПКшные Которые будем использовать Там по-моему один он В корень телефона Можно в любую папку В корень это как я показал То есть просто как бы В основании так сказать телефона Вот Либо в любую папку Где вы этот файл сможете найти Все дошли вот до этого Окна на телефоне Открыли сайт синк на компьютере Напомню что там ничего не показывается Он просто должен быть включен И подтыкаем к компьютеру Появляется окно из трех значков Выбираем Galaxy Apps Samsung Apps По-моему раньше назывался Принимаем условия И жмем Так поиск Поиск Здесь установить не надо нажимать Поиск В поиске мы вбиваем Любой Название любого проводника Я использую ES Проводник Так по-моему ES Explorer Вот ES File Explorer Можете свой Который вам удобно Вот мне вот Я этим пользуюсь всегда Нажимаю Скачать Он меня спросит Учетную запись Самсунга Так Я сейчас Ну Выберу вход Потому что у меня есть Учетную запись Я ее неоднократно использую Более того Она у меня даже в телефоне стоит Вам создать Учетную запись Если у вас ее нет Можете с компьютера создать Ввожу сюда свою Почту Ну в данном случае Майловская почта И пароль от нее Так Это как бы один из способов Еще вот Если это сейчас не поможет То есть еще один способ Но об этом в другом видео Ссылку на которую я дам Если не забуду Так Вел пароль Он его проверил Все подошло Перекинул Следующее окно И ждем пока Explorer ЕС проводник Закачается Потом через ЕС проводник Мы зайдем На внутреннюю память Телефона Найдем файл Куда мы его скидывали Либо папку Если вы скидывали Не в корень Вот Установим его Зайдем В сами настройки Поставим Галочки Где я покажу И сделаем Сброс Из самого телефона Все Вот она загрузилась Вот она первая И он у нас включился Тут куча-куча файлов Вот вам надо Выбрать Если не путаю Либо вот этот Bypass Либо Start Setting Я выберу Start Setting То есть это как бы Набор файлов Для многих-многих Телефонов Выбрал Start Setting Разрешить Установку Из неизвестных Источников И установить То есть настройки Там безопасность Неизвестные источники Нужно поставить галочку Он говорит Что установлено Место готово Нажимаем открыть У нас открываются Настройки нашего телефона Как бы раньше На некоторых прошивках Проходил такой способ Архивации Сброс И здесь внизу Сброс настроек И все удаляло Все хорошо работало Но сейчас К сожалению Это не работает Поэтому мы идем В обустройстве Сведения ОПО Выбираем строчку Номер сборки Нажимаем на ней Семь раз Если вдруг Нажимаем семь раз И у нас здесь Никаких строчек не бежит Что типа Сейчас вы станете Разработчиком И так далее И вот здесь У нас не появляются Параметры разработчика Тогда используется Второй способ Из того видео Ссылка на который я дам Значит Параметры разработчика Открываем Разблокировка Предусмотренная Производителем ОЕМ Нажимаем Вкл Так Включился он Можно еще Отладку по USB Включить Так Все Поставили в параметрах Разработчика ОЕМ Вклеваться и сброс Сброс настроек Сброс настроек Сброс И все После перезагрузки Он очистит ваш Телефон От аккаунта И нужно будет Прошить опять Шестеркой Так И что еще хотел сказать И потом Через один Опять повышаем Прошивку До шестерки Чтобы можно было Нормально пользоваться Можно в принципе На пятерке Оставить Но чтобы обновление Все получать И так далее Лучше обновиться До шестерки Проблем не будет Ну в принципе Все Если есть какие-то моменты Какие-то непонятки То смотрите То видео Там как бы Более разжевано Для большей части Самсунгов Но там было на примере А3 15-го года Это на примере А5 15-го года Сейчас я вам покажу Что аккаунт удалился Все Вот у нас аккаунта нет То есть он не дает Остальные настройки сделать Ну в принципе все Можно пропустить Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Покажу все-таки Как шестерку назад зашить Бутволдер выбираем Выбираем из папки Которую прошить После разблокировки Она может у вас Немножко по-другому Называться Так Выбираем BL В поле BL Выбираем файл BL Сейчас CP ЦП CSC CSC И последний Выбираем AP Я последний AP выбираю Потому что Она сейчас тяжеленная Она Подвесит мне компьютер Ждем пока она загрузится Потом Телефон переводим Опять в режим прошивки Зажатие Минус Дом И включение Подсоединяем его К компьютеру Он у нас Вот здесь В поле ID.com Загорится По-моему Синим цветом И нажимаем Старт Телефон Прошьется Прошусь Продолжение следует...